Ой, вы гостюшки дорогие, Бояре молодые, Бояре молодые, Ой, как рады мы всех вас видеть, Ой, как рады мы всех вас видеть, На земле нашей вязкой, На земле нашей славной, Хлебом солью мы вас встречаем, Хлебом солью мы вас встречаем, Песнями, звонкими, Славами добрыми. Узнать об истории улицы Вятской, очутиться в стране фольклории и погрузиться в сказочный калейдоскоп – всё это предстояло слабожанным весенним вечером в музее Яна Райнеса. В этом году площадкой для проведения традиционной международной акции «Ночь музеев» выбрали именно его. Мероприятие посвятили Году культурного наследия народов России и Году десятилетия детства. Мы приготовили много интересного для ребят, для жителей нашего города и гостей, чтобы каждый человек в любом возрасте, независимо от того, ребенок это или взрослый, нашел для себя что-то интересное. Например, сейчас уже начался квест, который рассказывает о разных видах фольклора. И в виде игры знакомят ребят и всех участников с мудростью, с историей нашего народа. О! Вижу избушка на курьих ножках. Избушка, избушка. Повернись ко мне передом, от леса задом. Да, не шелохнется. Может, глухая? Нравится ли вам сегодня проводить время в музее? Ну да, мне нравится. Да, очень прикольно и интересно. Что больше всего понравилось? Танцем. Да, мне тоже танцем. А вообще в музеи ходите? Я хожу иногда с родителями, с друзьями. Не только активный отдых, но и расслабляющий. Рукоделие – отличный способ отвлечься от повседневной суеты, расслабиться и получить удовольствие. Сегодня в рамках ночи музеев проводятся три мастер-класса. Здесь у нас представлено два. Это летняя брошь навстречу лету из джинсовой ткани. Расписываем любой значок, то есть у кого как работает фантазия. И кораблик с салыми парусами и не только. Будет интересно и детям, и взрослым. Такие простые, достаточно материалы для изготовления, поэтому это можно будет повторить и дома. В течение вечера слабожане читали стихи, пели песни, наслаждались театральными миниатюрами. Завершилась ночь музеев дискотекой.